Добрый день! Сегодня речь пойдет о ловле на волкеры. Это такой огромный класс приманок со своими нюансами, со своим разнообразием. Именно сегодня я расскажу, как работать волкерами на обширном мелководье, а ловить мы будем на приазовских лиманах. Начнем с ватар макосина. Это классический волкер небольшого размера, но несмотря на свой небольшой размер, он отлично ловит как крупную, так и не крупную рыбу. Ассистировать мне сегодня будет Макс Дубковский. А это я! Волкеры можно использовать как для ловли по обширным мелководьям, так и в каких-то локальных местах, например, из-под стенки камыша, либо в окнах среди травы. Когда мы ловим на обширном мелководье, чаще всего приходится использовать монотонно рывковую проводку. То есть мы постоянно подматываем катушкой слабину, а вершинкой удилища мы именно даем вот эти вот рывки постоянной силы и постоянной чистоты для того, чтобы у нас приманка начала играть из стороны в сторону. Это основная классическая проводка именно любого волкера. Вот ватар макосин, он чем хорош, то что он легко управляем, им легко учиться работать. И он отлично, конечно же, ловит рыбу. Скорость проводки можно регулировать именно подмоткой катушки. То есть если рыба у нас достаточно активная, либо мы ловим по обширному мелководью, то можно использовать достаточно быструю проводку. Самое главное нам обнаружить рыбу. То есть она в любом случае выйдет, отреагирует на приманку. На раз-два. Иди лов-то. Или большая. Да все равно. Давненько мы тебя не видели, мать. Сменил приманку, так сказать. Отошел от этих привычных нам всех паперов. Поставил вот такой вот мацакер 110. И, наверное, на третьей проводочке рыбка не устояла. На паузе. Ну иди-ка, рапуз. Чего-нибудь кого-нибудь там покрупнее позови. Мацакер 110. Два рывочка, пауза и рыба на борту. А повторить? Если же мы ловим в каком-то локальном месте, где мы точно знаем, что здесь есть рыба, то стоит приманку проводить более медленно. Доловил. Ух ты. Блин, она в траве. Ну, давай-давай, скальдик, скальдик. Ну, небольшая, конечно, это не та, которая выходила, но сам факт. Смена приманки, она действительно дает свои результаты. То есть, как изначально я пробовал ловить на поппер, потом поставил вокер, и все равно через несколько забросов рыбку все-таки я доловил. То есть, мы делаем несколько рывков и даем приманке остановиться. Сделаем паузу. Паузы могут достигать 5-6 секунд. Опять же, все зависит от активности рыбы. Соответственно, на этих паузах, чаще всего именно на этих паузах, происходит основное количество поклевок. Выпучил наконец. Ух ты. Ну, молодец, ну, красиво. Вот эта девочка, пятерка тебя. Ну, повторишь? Ну, все. Ты видела лазь? Хорошая поклевка такая, на глазах уверенная. Ну, просто торпеда вышла, довела приманку. И все, теперь я тебя беру. Макс, тебе помочь? Па-бам! А? Отлично. Долго я выпирался в эту приманку. Ну, было несколько поклевок. Ну, рыбка небольшая клевала. Ну, вот это уже такая приятная. Со зрелищной такой поклевочкой. Ух! Красота! Ну что, с утра мы ловили, упирались больше в попера. Не надо. Ай-яй-яй. То есть, они поработали всего несколько часов, а сейчас вот поняли, может быть это либо фишка какая-то. Сейчас время уже ближится к полудню, и мы перешли на волкера. Очень много было на них выходов. Также было поимочки, но рыбка небольшая. Вот сейчас у меня сработал матсакер 110-й. Также волкеры можно использовать на одиночных рывках. Особенно это эффективно, когда рыба вышла, атаковала, но по каким-то причинам промазала. Промахов на самом деле при ловле на поверхностные приманки бывает большое количество. При этом не стоит торопиться, стоит выждать паузу, дать рыбе развернуться. И после чего именно такими одиночными рывками с паузами стоит начать проводить приманку. И будьте уверены, что щука среагирует на такую проводку и повторно атакует вашу приманку. Аккуратно уже. Ух, а маленький рывок поклёваетна. Ну, ну я же, как это, как будто не сожди. Ну, 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 ну. Ях! Хороша, хороша девочка! В траву нырнула. Ах, давай, не сойди. Нырнула сразу с поклёвки в траву. Идиот, идиот красоточка. взяла перемоталась а вот и волкер сработал несколько было выходов на попер вот но щука как-то очень аккуратно стала относиться к вот этим вот громким приманкам я решил поставить небольшой волкер это бони 85 размере и сделал аккуратную проводку с долгими паузами я увидел как щука вышла была возле приманки сделал аккуратненько несколько легких рывков и щука просто атаковала вот этот легкую добычу так скажем красиво красиво красотка есть красивая рыбка все силы отдала на вываживание давай пока пока чем интересна именно ловля на поверхностные приманки то что мы визуально контролируем весь процесс проводки то есть мы видим играет у нас приманка как она играет правильно она играет или нет при этом мы видим выход рыбы видим реакцию рыбы соответственно все атаки и это нам помогает своевременно делать подсечку то есть если мы видим то что щука атаковала но промазала то есть приманка у нас осталось на поверхности то не стоит совершать там подсечки пустые которые будут пугать рыбу стоит просто выждать паузу и продолжить проводку и чаще всего щука догоняет и повторно атакует были опять в том же месте красиво да и и и и и и